Накануне вечером депутаты из крупнейшей фракции Блок Петра Порошенко отметили начало политического сезона вместе с президентом. Встреча состоялась в одной из государственных резиденций в Киевской области. Деталей встречи до сих пор немного. По крайней мере сообщалось, что президент анонсировал свое ежегодное послание к Верховной Раде, якобы может обнародовать новые и даже неожиданные вещи. Само послание услышим уже на следующей пленарной неделе. А вот подробности попробуем узнать прямо сейчас у Ирины Луценко, представитель президента Верховной Раде, сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Ирина. Я хочу от вас действительно выведать как можно больше подробностей, какие такие неожиданные вещи могут появиться в послании президента и вообще о чем говорили вы вчера на этой встрече. Президент рассказал результаты своих встреч с международными партнерами, начито от Ангели Меркель, Курта Волкера и много-багато международных встреч, которые произошли за период депутатских каникул. Обговорились вопросы о томосе, обговорились вопросы о изменении Конституции, о изменении статуса Украины, о бюджет наступного года. Мы, конечно, говорили про те законы, которые должны быть приняты. Вы знаете, что на Раде национальной безопасности и обороны было принято решение не продолжать договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, потому что подходит как раз десятилетный период его действий. И Украина может не продолжить или продолжить. Понимаете, что она уничтожила все до единого момента этого договора, мы его просто не продолжим. Обговорились вопросы ситуации в Азовском море, обговорились вопросы поездки президента на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, какие вопросы он там будет принимать. Это основные моменты, о которых говорилось на встрече. Враховывая то, что президент на начале политического сезона спочатку встретился с руководителями всех фракций, и коалиции, и оппозиции, и депутатских групп, встречу своей парламентской фракции, блоком Петра Порошенко, является логичным, потому что мы входим в политический сезон и передвыборчий сезон. Я, в общем-то, и не против, и не выражал своего недовольства в вопросе, но все-таки, я повторю, первую часть моего вопроса, каких неожиданных вещей, анонсированных президентом, мы можем услышать, какие вещи мы можем услышать в его послании в Верховной Раде? Я думаю, что основные меседжи, которые будут поданы президентом, это что делать в следующих четыре года. Он будет анонсировать действия, которые он будет предлагать в общество на следующих четыре года. Я уверена, это Шенгенская зона, я уверена, это единственный энергетический союз, единственный информационный простор, единственный авиационный простор и кроки, которые нам нужно будет пройти. Я думаю, что президентом будет проговорено моменты и политико-дипломатичного обрегулирования ситуации на Донбассе, адже это интересует всех, миротворчая миссия, дорожная карта, я уверена. Я думаю, что обязательно общество и пенсионерам, в первую очередь в бюджетной сфере, будет анонсовано, мабуть, изменения в лучшую сторону их социального становища. Я не хочу больше заглибливаться в это вопрос, я даю вам таких три тези. Я даю три тези, но это будет выступ президента, ему первое слово. Вы говорили об изменениях в Конституцию, которые предлагаются президентам. Вот вы уверены, когда ждать голосование и уверены ли, что вы что, наберется 300 голосов? Мы планируем начать рассмотрение этого вопроса, то есть собрать первые 226 голосов, чтобы отправить проект Конституции в Конституционный суд, который проанализирует, или нет там, или нет там, или нет там норм, например, которые порушают суверенитет, которые уменьшают права и свободы граждан. Это обысковая процедура. 226 мы наберем, уже сейчас мы видим, что фракции готовы к голосованию, будут поддерживать эти направления и пропозиции президента. Я уверена в результативном голосовании и в другом. Ирина, давний притч на теле украинской политики. Центр и збирком. Вы до начала предвыборной кампании, вы успеете все-таки обновить состав ЦИК или нет? Я думаю, что мы достигнемо. Фракции все готовы. На сегодняшний день существует, запропонованный президентом, перелик 14 кандидатур. Опозиционный блок выражает свое желание все-таки мать своего представника. Обговорються два вопроса. Блок Петра Порошенко на закончении своего политического сезона в червне месяце заявил про то, что мы готовы поступить одними из кандидатур, но мы закликаем и наших партнеров по коалиции, так же одного кандидата своего забрати, для того, чтобы по позиционному блоку развязать руки и дать возможность представить своих кандидатов. Но партнерами и другими фракциями предлагается и другой механизм полностью обновить весь склад ЦВК. От навколо этого будет идти дискуссия. Мы готовы до компромиссов. Мы готовы говорить. Наша мета – обновить ЦВК. Ирина, у вас впереди непростой этап, непростой, наверное, год работы, потому что этот год предвыборный. Я уже об этом говорил. Даже дважды предвыборный. Президентские выборы, затем парламентские выборы. Но нужно же учитывать, что работаете вы сейчас в непростых условиях. Вам нужно работать и на избирателя, получается. Ну, будем откровенными. Но в то же время и на МВФ. Верите ли вы, что у вас получится и требования кредиторов у всех удовлетворить, и избирателю, в общем-то, не разонравиться окончательно? Дивите, всю политическую часть, которую должен сделать парламент, и, до речи, и президент также, тие требования, которые рекомендовал нам МВФ, мы выполнили как парламент и президент. Антикоррупционный суд, судовая реформа, борьба с коррупцией через создание соответствующих органов. То есть, все те политические требования, которые предлагали МВФ, парламент и президент выполнили. Теперь все зависит от решительности премьера. Не премьер идет на президентские выборы. До речи, Гройсман заявил, что он не будет идти. Это его часть, как выполнение правительства и обязательства. Он должен проявить решительность и решить, или он на год, или он завершит свое выполнение условий МВФ, и он должен суспільству объяснить, почему он так должен поступить. Все, что нужно было президенту, как верховному главнокомандующему, который выполняет полностью все функции, предоставлены Конституцией, это международная миссия, международная дипломатическая работа, это создание армии, это восстановление армии, это укрепление и гарантирование прав и свобод граждан. Всю часть своей президентской работы, предоставленной ним, и обязанности перед Конституцией, президент выполнил. Эта часть ответственности, увеличение или не увеличение тарифов, это работа Кабинета Министров. Ну, и о том, что думают по этому поводу в самом Кабинете Министров, и об их планах на следующий политический сезон, уже совсем скоро, через несколько минут, я спрошу лично у премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Дождитесь, пожалуйста, а пока я благодарю вас, Ирина, спасибо за этот разговор. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко отвечала на мои вопросы.